Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Коровы против пришельцев ВКонтакте. Итак, друзья, давайте сейчас быстренько пробежимся, посмотрим на наш уровень исследований и уровень шерифа, а потом отправимся выполнять миссии. Итак, нам осталось только прокачать молоко в лаборатории. Ну, прокачаем. Вообще, я редко использую самую первую пушку, эти молокометы, но они иногда довольно-таки с подручным выполнением каких-то миссий, где нам закрыты подковы мед. Так, что касается нашего шерифа, у него появилось ведро, железное ведро, он теперь, не знаю, может принимать участие в Ice Bucket Challenge, сам он 8 уровня, и, в общем, на этом наш краткий обзор наших войск закончен, и мы можем, наконец-то, отправиться на карту и выполнять сюжетные миссии. Итак, миссия 21. Тут какая-то тарелка летает. Флип Пылекрут. Чтобы получить доступ к логову босса, наберите необходимое количество звезд. Ну да, нам еще не хватает, у нас только 70. Ну ладно, отправляемся. Итак, миссия 21. Уже по 3 энергии нам требуется на выполнение одного задания, это значит, что пора бы качать спортзал. Не дай пришельцам украсть эликсир, наука может остановиться без финансирования. Так, у нас тут бегуны, и тут тоже бегуны. Что ж, как мы этих ребят остановим? Вообще, у нас вот здесь вот, как бы, такой... Две дорожки сходятся. Здесь поставим подковы, а потом они будут идти к эликсиру. Что, им надо дать не дойти, или они будут его забирать и разворачиваться обратно? Даже не знаю. Ну ладно, поставим здесь вот подковомет, и это все, на что хватает наших средств. Наверное, даже надо было лучше подковомета качать, чем вот этот вот молокомет. Ну ладно, пока что справляемся. Надо где-нибудь еще замедление поставить. Так, а где мы поставим? Да пока что нигде не поставим, у нас нет на это средств. Так, ну вроде все отлично с этими ребятами. Мы тоже неплохо справляемся. Так, откуда здесь... О, колючая проволока. Раньше мне никогда не давали досрочно колючую проволоку. Теперь дают, но она нам сейчас, я бы даже сказал, не особо-то и нужна. У нас и так все неплохо. Так, давайте бегуны встречать где-нибудь в центре. О, невидимые бегуны. Это уже опасно. Так, у нас опять дают досрочно вторую проволоку. Ну ладно, давайте тогда одну постелим, одну выкинем. Но в целом... А, в целом еще рано говорить о том, сложная эта миссия или нет, потому что это всего лишь-то навсего еще пока только третья волна. Нам нужно дальше развиваться и улучшать нашу оборону. Так, хотел вот поставить одну проволоку и взять другую. Да, что-то дал сбой. София помоление... Да, вот здесь я чтобы оборудовать. Да, что-то мало favorites. так ребята тут кажется прорываются это нехорошо надо ребят остановить так под к вамет становить вторжение так у нас столько молока что мы можем все ну не знаешь что угодно купить можем здесь 2 под к вамет купить можем прокачать наш клей так и парня а вот этот этот это что за летячий летающая цель вы что с подковой убить не можете нет вроде одного он бьют но и 2 остановить так эти парни мне не нравится они как-то легко пролетают может быть против них какой-нибудь молокомет поставить может он с ними лучше справляется шипы им тоже я думаю не проблема они же летают они ходят так ну-ка стой верни наше наш эликсир да по моему молокомет с ними лучше всего справляется ну и надо наверное еще замедлялок поставить у нас тут вообще какой-то полный кипиш все везде летают что-то тащит так давайте наверное сейчас я займусь тем что поставлю еще один молокомет где-нибудь здесь ух ты вон он уносит эликсир да эти летающие за ними только глаз да глаз так и они да они уже унесли наш эликсир в общем тут мы довольно сильно проиграли и вот здесь уносят слушайте но вот эти летающие с ними делать наверно надо было против них как-то и раньше замедлялки стоять или или молокомета я еще даже не разобрался и впервые вижу на на карте и не знаю чем против них бои бороться но смотрите они летают вот эти ребята против них бесполезно поэтому они так легко прорвали нашу оборону и что ж мы проиграли эту миссию ну что ж теперь мы зато знаем что нас ждет и можем попробовать снова давайте так давайте вообще посмотрим пушки вот молокомет эффективен против этих летающих парней подкова мед тоже но вся наша проблема была в том что у нас их было мало что ж на этот раз мы поступим следующим образом мы поставим только одну бутылку и два подкова меда один как и в прошлый раз у нас будет здесь один подкова мед будет здесь но бутылку построим позже сейчас у нас все равно бегуны я даже не знаю может вообще не ставить молокомет потому что у меня будут ой то есть точнее не ставить вот этот который из ребят которые стреляются бидонами молока потому что но они не будут бить потом по воздуху лучше поставлю наверно замедлял код с этими ребятами мы и так должны справиться без массу я по крайней мере надеюсь на это так и думаю нам стоит развивать наши подкова меда и и и Просто можно раскидывать без остановки. Нам все дают, то машины, то вантузы. Так что теперь, пожалуй, поставлю здесь, или где-нибудь вот здесь, нет, здесь все-таки пускай будет еще, нет, вот здесь еще один клей, а здесь, здесь можно поставить, наверное, молокомет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, ставим одну решетку, выигрываем вторую В общем, пока что у нас дела идут, я бы сказал, отлично Так, ребята, останавливайте, что-то уже неплохо у нас тут прорывается на нашей территории Надо остановить врага Ну, в этот раз мы, кажется, лучше справляемся Правда, все равно, конечно, имеем какие-то трудности Но уже нет такого мощного прорыва, как в прошлый раз Продолжение следует... Так, ребята, враги, кажется, они прорываются Надо их останавливать, надо их закидывать Всякими средствами в борьбу с супостатами Так, надо ставить новые пушки, надо не останавливаться на достигнутом Так, ребята, они прорываются, что же делать? Молокомет поставить обычный, вот здесь А вот здесь какой-нибудь клей А смотрите, по ним даже... По ним клей не попадает, вот в чем еще загвоздка Я думал, их клея остановит, но нет Ааа... Это плохо Ну ладно, это все равно, наверное, последняя волна и последние монстры Мы с ними справились Но зато теперь мы знаем, что с этими летающими противниками Не способен справиться ни клей, ни бидон и молока Ну ладно, забираем приз Кстати, неплохой приз 33 тысячи эликсира Возвращаемся на базу Можем, наверное, сразу что-то за счет новых средств прокачать Ну, я бы прокачал инфраструктуру У нас есть дистилляторы девятого И вот один восьмого уровня Его мы прокачаем И также надо бы нам прокачать спортзал Потому что новые задания требуют все больше и больше энергии Раньше я как-то справлялся с пятью миссиями за выпуск Теперь у нас, ну, во-первых, мы не справились с миссией за один раз Потратили лишнюю энергию А во-вторых, во-вторых, они стоят теперь по три энергии каждая Поэтому нужно развивать спортзал Итак, отправляемся в наше следующее задание Вот, смотрите, здесь будут опять эти летающие монстры И самая проблема в том, что ни клей, ни бутылки им нипочем Надо ставить рогатки Ну и можно еще молокометы Ну, наверное, давайте тогда ограничимся рогатками Я даже не знаю Нападать будут, наверное, по всем направлениям Не стоит ждать милости А у нас больше ни на что денег нету Ну, давай, корова, надеюсь, ты справишься Пока что все вроде идет неплохо По одной подкове на лоб Попробуем, наверное, сейчас все заставить под кавометами Посмотрим, насколько нам это поможет Ух, слава богу У меня такое ощущение, что с этими летающими проще справляться простым молокометом Так, а вот пошли невидимки Против них надо было клей ставить Как их перестанавливать, так что ли? Ну, лучше бы я вообще эту пунктирную линию оставил для толстяка Вот видите, он в нее не попал А вот того бегуна невидимого все-таки сбил вантусом Вот это моя ошибка Сейчас я не знаю, как мы будем пробивать этого толстяка Который хочет испортить нам нашу жизнь Именно справиться с ним я должен был благодаря колючей проволоке А теперь даже не знаю, что делать Теперь мы его все-таки упускаем Продолжение следует... Так, это еще только шестая волна У нас еще есть волны впереди И чем дальше, тем сложнее Так, это еще и все-таки Так, ребята, давайте, делайте что-нибудь Останавливайте врагов наших Ох, их все больше и больше на подступах У нас ни машины, ни колючей проволоки, ничего Вот еще одного пропустили Так, и все больше у нас тут невидимки на подступах А у нас даже клея нет, чтобы их сделать видимыми Так, у нас деньги пролеживают Где что улучшать Но можно, конечно, клеить, улучшать Или ставить какие-то новые постройки Так, и все-таки Так, и все-таки Так, и все-таки Да-да, тяжко Идут, идут большим слоем И главное, вот эти вот жирные ребята Которым все нипочем Но мы их сейчас будем останавливать И я надеюсь, что Мне бы вообще сейчас очень помогла колючая проволока Если бы мне ее дали в ближайшее время Враг просто уворот Да, можно было где-нибудь все-таки поставить парочку бутылок Чтобы они массово били по всем нашим врагам А то у нас получается такой длинный коридор Где всех пытаются каждого поодиночке выцепить Так, у нас можем что-то прокачать Ну, даже не знаю, а что мы можем У нас уже здесь на подступах все пушки прокачаны Ну, разве что клей Да, ну все, мы справились В этом уже нет никаких сомнений Давайте почетную машину на голову нашему толстяку И получаем награду Не такую большую, как за прошлый уровень Но все-таки у нас две звезды 24 тысячи эликсира, 24 тысячи монет Ну, могли бы мы сделать на три звезды Я думаю, я потом уже за кадром буду Этим делом заниматься Пытаться пройти миссии, которые мы проходили в этом выпуске На лучший результат Ну, а пока что Пока что у нас ведется две стройки Ладно, все строители заняты А значит, самое время отправиться на выполнение третьей миссии Точнее, 23-й миссии И будем надеяться, что здесь все будет хотя бы чуточку попроще Пришельцы вызывают НЛО С помощью которых будут делать пакости Не пропустим наводчиков Так, ладно У нас пойдут бегуны Парни в шлемах Ну, в общем, все это хорошо уничтожается С помощью подков Давайте все-таки сюда Сюда поставлю какой-нибудь Может быть клей Сюда какой-нибудь бидон Но развивать пока что будем подковомет Продолжение следует... Так, будем стараться сейчас делать все в комплексе Пускай у нас будут и бидоны Не бог... Как бы бог с ним, что они не бьют по воздуху Ну, сейчас вообще поставлю молокомет Жалко, правда, у нас сейчас молокомет Находится на улучшении В университете он еще не прокачан Так, что еще нам понадобится? Может быть еще один клей И еще один... Так, вот здесь у нас поставим бочку, наверное Пускай бьет на две дороги Так, этих толстяков можно остановить колючей проволокой Кстати, вот молокомет можно было еще здесь поставить У него бы тогда радиус был большой стрельбы Он бы доставал и до той дороги Ну, хотя все достают и клей, и бидоны Так, ну давайте поставим сюда клей И судя по этой толпе толстяков Нам бы не помешала еще одна подкова где-нибудь Ну, например, пусть она будет сдерживать врагов здесь Ох ты, смотрите-ка, какие новые бегуны Так, нам нужно... Что же нам нужно? Нам нужны, наверное, молокометы Против этих летающих Бестий Так, враги прям подбираются к нашим позициям Мы еще так не готовы их встречать У нас вроде есть немножко молока, чтобы поставить куда-нибудь какую-нибудь пушку Но вопрос остается за тем, куда и какую Последний рубеж охранять Ох, врагов все больше и больше Ребята, сделайте что-нибудь с ними Сдерживайте их У меня нету ничего Ни машин, ни вантусов Так, они уже на подступах Знаете, иногда все хорошо в том плане, что ты не успеваешь кидать какие-нибудь вантусы Как снова видишь их на поле на карте Но сейчас маленькая ситуация другая Так, вот этот бидон нам давно пора прокачать Вот в чем загвоздка Он бы мог здесь очень неплохо сдерживать толпу Вот в чем наша одна из наибольших ошибок Что мы его не прокачали сразу, что мы про него забыли Тогда было бы маленько попроще Он бы все эти толпы в самом начале отсеивал Ну, делал бы их слабыми А вот уже потом наши пушки их добивали Так 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 ой колючая проволока так давайте сюда еще одна колючая проволока сейчас мы их колючими проволоками быстро остановим нам уже надо какие-то пушки наверно выводить на новый уровень у нас сейчас ну как бы есть максимальный уровень это вот с таким ободком до какой-то у нас третьего уровня до надо уже изучать рогатки 4 уровня и другие сооружения тогда нам будет попроще в будущем так ну вот и все мы заняли похоже все зоны высадки пушек и больше нигде не можем ничего поставить можем только прокачать то что есть да и того немного вот все теперь все пушки поставлены все пушки прокачаны и мы справляемся это последняя седьмая волна и не потратили ни одной жизни в общем прекрасно получаем 45 тысяч эликсира 45 тысяч монет забираем наш приз у нас склады теперь заполнены ну и я не знаю можно конечно можно потратить наши кристаллики и продолжить стройку так чтобы мы хотели я бы вообще хотел что-нибудь из этого улучшить но для этого нам нужно больше запасов чем у нас есть сейчас вот здесь 100 тысяч здесь тоже 100 тысяч а значит нам надо улучшать наши резервуары сюда 30 тысяч сюда 14 ну давайте опять же я не знаю я как-то не жалеете изумруды теперь тебя за 20000 максимально у нас теперь доступно 121000 то есть при желании мы можем накопить достаточно вот теперь у нас есть 121000 можем поставить на прокачку наверно подкова мед а для этого нам нужен штаб 11 уровня у нас сейчас всего 9 и что для этого тоже нужен штаб 11 уровня ну что ж очень жаль теперь у нас есть куча токсина или как тебя называют кучи эликсира но нету штаба а на штаб нам нужно на прокачку золота ну что ж давайте тогда просто прокачаем золото добычу а 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 Ну вот и все Пусть качается Не буду больше тратить наши кристаллы Ну и энергия у меня тоже подошла к концу Так что на этом я закончу наш сегодняшний выпуск Если вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем спасибо Всем пока